Студенты учатся спасать. В лагере ИГУ на Рубском озере два дня проходит соревнование «Вектор спасения». Чтобы продемонстрировать полученные навыки, приехали команды из нескольких регионов, в том числе из Владимира и Москвы. Участвуют больше 80 человек. Для них организаторы приготовили 22 этапа, проверяющие как знания по психологии, так и физическую выносливость. Один из этапов предполагает предотвращение попытки суицида, деблокирование пострадавших в условиях угрозы оружием. Это уже новое такое направление. Неизменно кинологи приезжают. В общем, все новое, свежее, новые люди, новые представления. Эти ребята пребывают в полном стрессе. Во-первых, им предстоит ликвидировать разлив химических веществ, пусть и условный, а во-вторых, сделать это в полной экипировке и противогазах. В общем, получается не очень. Если бы это была не теплая водичка, а химикаты, у них были бы реальные проблемы. Не все хорошо и на этапе медицинской помощи. Пациенту то там тянет, то тут жмет. А за эффективность лечения ставят баллы. Зато упражнения на ловкость командам удаются. Мячик потоком воды сбивает каждый. Это нам нужно, чтобы понять самим, самому себе доказать, что можешь ты быть спасателем или нет именно. А именно вот этот вот этап, который мы сейчас проходили, это идет проверка того, насколько ты чувствуешь глазомером, в каком направлении, допустим, тебе надо затушить очаг. Тушению возгорания отведены несколько этапов. Здесь специалисты рассказывают участникам, в каких случаях нужно использовать пенные огнетушители, а в каких углекислотные. Наука довольно сложная. Вся их разница в том, что они заряжены разными огнетушительными составами, которые по-разному воздействуют на, будем говорить, на огонь. Одни охлаждают, другие изолируют, третьи разбавляют. Четвертый поглощает кислород из зоны горения. Для каждого вида пожара на сегодняшний день нужно очень четко выбирать огнетушитель. Участники – студенты различных вузов, которые хотят, если не связать свою жизнь со спасательными профессиями, то суметь ориентироваться в чрезвычайных условиях точно. Это пригодится. Я играю роль подруги-потеряшки, истеричную роль. Она заключается в том, что я взбиваюсь с толку их своим поведением недокладным. Им надо как-то меня допытать, то есть узнать, в чем была одета, какие приметы. И, соответственно, мы уже идем на поиск вместе. С погодой в этом году участникам не повезло, но к перспективе пару дней жить в лесу в ненастье они относятся как к приключению и испытанию на стойкость. Настоящие спасатели. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Тейковский район.